Погиб вертолётчик в горах под газни В бесстрашном полёте в объятия брони В свою он прощальную песню пропел Был прерван полёт, жизнь замедлила бег Он многого в жизни ещё не успел А грустная песня затихла навеку Эту песню Владимир Цибаев посвятил своему другу, с которым он вместе начинал военную карьеру ещё в Германии. Увы, для боевого товарища она трагически закончилась в Афганистане при выполнении своего интернационального долга. Время выбрало нас, и нужно было доказать верность присяге, признаётся Владимир Фёдорович. Он стоял на пороге своего 30-летия, бравый капитан, лётчик. В лучшие годы своей жизни ему было суждено попасть в самое пекло афганской войны, которое пришлось на 83-84 годы. У меня был случай, когда я люблю играть в шахматы. С собой был сборник игры по шахматам. Толстая такая книга, как, наверное, «Война и мир». И вот даётся команда на вылет, вертолёт поднимается. Я положил этот сборник на блиссер, и когда набирал высоту где-то тысячи полторы, чувствую, кабина разгерметизировалась. Когда уже обратно пролетели, я посмотрел, что вот в этой книге застряла пуля. Сегодня таких, как Владимир Цибаев, ветеранов войны в Афганистане, в Бресте, около полутора тысяч. Из них 353 человека состоят в Брестской городской организации ветеранов необъявленной войны. Ассоциация призвана защищать права и интересы выживших солдат и офицеров, инвалидов, а также членов семей погибших. Кроме этого, её участники делают акцент на том, что ветераны Афганского и других локальных конфликтов должны иметь равный статус с участниками Великой Отечественной войны. Убивали нас одинаковыми пулями, также подрывались на мины, получали увечья, болели. Такие же инвалиды, но почему-то статус разный. Это те люди, которые выполняли требования военной присяги. И выполняли свой воинский долг, защищая интересы нашей Родины. Поэтому мы считаем, что правильно и целесообразно было бы приравнять статус участников боевых действий на территории других государств к статусу участников Великой Отечественной войны. Рассказы каждого солдата, лейтенанта или офицера, участника Афганской войны, написаны по-разному. Однако одно их объединяет и делает бесценными. Речь идет о внутренних переживаниях, тяжелых и кровавых воспоминаниях, с которыми воинам-интернационалистам также приходилось бороться где-то глубоко в себе. Об этом в своих стихах часто пишет герой нашего сюжета Владимир Цыбаев, который сегодня носит на груди значок с лучами на глобусе, символ Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане, за которым притаилось его жаркое эхо. Эхо жаркого Афганистана притаилось за этим значком. От Герата и до Баграма исходили тогда пешком. Облетали, излазили, исползали, наглотались песка, как могли. По ночам о родине бредили. Снились дом, река, журавли. Он сегодня останется в памяти яркой вспышкой, ударив по нам. То значок с лучами на глобусе, память яркая, это Афган. Виктория Драгобецкая, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ.